Школа-студия Хабенского еще только на бумаге, но у ее куратора Елизаветы Якимовой работы уже хватает. В Центре дополнительного образования СИП под этот проект выделено 6 аудиторий, это около 300 квадратных метров. Скоро здесь начнутся строительные работы, помещения необходимо перепланировать и отремонтировать. Одновременно будут обновлять инженерные сети, рабочие сделают детские раздевалки и дополнительные санузлы. А в марте сочинская школа-студия Константина Хабенского откроет двери для своих учеников. Константин Юрьевич не ставит своей задачей того, чтобы дети стали актерами. Он просто хочет раскрыть их творческий потенциал, который пригодится им в процессе жизни в абсолютно любой профессии. Мы очень благодарны главе города за его поддержку, инициативу, предоставление такого замечательного помещения, в котором детям будет очень комфортно заниматься. Сочинская школа-студия Хабенского станет 13-й по счету в России. Подобные учебные заведения есть в Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Уфе, Челябинске, Новосибирске, Нижнем Тагиле, Перми, Екатеринбурге. Взаимодействие всех студий осуществляется регулярно на ежегодном фестивале «Оперение». Узнав об этом проекте, Эрика Берген решила стать его участницей. В этом стремлении дочь поддержала и мама. Я решила побольше узнать и в интернете. Я прочитала отзывы детей. Пишут, что там очень хорошая атмосфера творческая. Еще некоторые пишут, что эта студия как воздух очень нужна, и всем там очень нравится, что там есть дети разных возрастов, и можно поучиться у более старших детей, чем твой возраст. Но с реализацией уникального проекта на курорте возникли проблемы. По городу поползли слухи, что детей, которые занимаются в Сибии, выселяют в центр внешкольной работы на курортном проспекте. Недовольных родителей поддержали и некоторые сочинцы. Но, как выяснилось, юным художникам вполне комфортно познавать азы живописи и на новом месте. В конце концов, переменами оставились довольны и родители. Там очень красиво благоустроили территорию, и мне кажется, вообще для детей очень хорошо. И белочки, и елочки, и вся природа. Прям для художников очень хорошо. Мне нравится. Планируется, что в новой школе-студии Хабенского будут обучаться 180 детей. Совершенно бесплатно. Сформируют 9 групп по 20 человек. Занятия будут проходить 4 раза в неделю с 4 часов дня до 8 вечера. В учебной программе занятия по актерскому мастерству, сценической речи, движению, хореографии и режиссюре. Мастер-классы будут проводить известные актеры, театры и кино. Коллектив педагогов уже сформирован. Это профессионалы с актерским образованием, с образованием в области хореографии, сценической речи, сценического искусства. Контролировать учебный процесс будет сам Константин Хабенский и его коллеги-актеры. Открытие школы-студии будет торжественным. Организаторы уверены, в будущем курорт может осуществить свою давнюю мечту – воспитать собственную профессиональную театральную труппу. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.